По поводу встречи Путина и Си Цзиньпиня. Действительно, после полугодового перерыва, потому что сначала Си Цзиньпинь приезжал в Москву, они все-таки встретились и, похоже, для обоих этот визит имеет определенный символизм. Путин показывает, что вот видите, я не в изоляции, а Си показывает, что Россия находится у него, так скажем, в глубоком кармане, ну и он может использовать Россию против борьбы с Западом и Соединенными Штатами. Как вы считаете, что вообще в итоге получил Путин от этого визита и был ли он визитом отчета? Вы знаете, я сейчас смотрю на картинку, которая у нас на экране, и я невольно вспоминаю, что в Китае запрещен американский мультик «Винни-Пух», потому что медвежонок «Винни-Пух» очень похож на Си Цзиньпиня, а он на это очень резко реагирует. Я вот смотрела на дико похожего действительности Си Цзиньпиня, рядом с ним Путин, ну послушайте, ну это просто сцена из мультика, и пятачок, и пятачок, ну вот, и в общем, мне кажется, что вот это такая случайная сцена мультяшная, от которой просто невозможно избавиться, когда ты это видишь, но она, мне кажется, примерно все и объясняет. Иногда все просто вот до такой степени. Но если мы понимаем, зачем Китай использует Россию, то что Россия получает от Китая? Россия получает, конечно, большого союзника и большого брата в противостоянии прежде всего с США и в меньшей степени с Европой. Ну и, конечно, огромный-огромный канал и для, собственно, экспорта ресурсов, потому что Китай – безграничный рынок для экспорта ресурсов, и для серого импорта западного, и в том числе и России – большой рынок для Китая. Нет-нет, они нужны друг другу, Россия и Китай, очень нужны. И обратите внимание все-таки, когда сегодня стало известно, что все, больше не будут российские школьники сдавать контрольную работу по иностранному языку, и тут же стало известно, что, да, отменяются все контрольные по английскому, немецкому, французскому, итальянскому, а будет у нас китайский язык. Да, то есть, ну, в общем, это такое немножко… Я не думаю, что Си Цзиньпин сказал Путину, значит, так, запрещай английский, пусть все учат китайский. Ну, конечно, нет. Это такое самовыражение русских политиков, чиновников, администраторов, то есть они сами, они сами все это чувствуют и ложатся без всякой команды. Ну, просто потому что чувствуют и понимают. Чувствуют – это то хозяин, то начальник. Кстати, накануне этого визита в Китае была опубликована карта, на которой российский остров на реке Амур обозначен китайской территорией. И россияне, ну, вообще какой-то реакции на это с их стороны не было. И я вот анализирую эту встречу с Си Цзиньпинем, думаю, это, наверное, Си в Пекине поставил какие-то задачи губернатору российской провинции, Китая. Вполне возможно. Дело в том, что с этим островом, там же еще и остров Даманский ушел еще вообще в начале 2000-х годов в Китаю вообще без звука, без слова. Путин отдал русских земель Китаю гораздо больше, причем в самом начале своего правления, чем он забрал сам, собственно, Украины. Но никто этого не заметил. Никто не заметил то, что Путин раздает русские земли. А вот то, что он захватывает чужие, да, молодец, конечно, молодец. А тяпал Крым, надо же, действительно, какой зайчик. Нет, у Путина есть, конечно, такая важная очень сакральная черта. Непонятно, непонятно, это он такое сделал с народом или народ такое сделал с президентом. Но они точно друг друга нашли. Тут уж не надо строить иллюзий, к сожалению. Еще одна встреча была сегодня. Ким Чен Ын принял в Пхеньяне министра иностранных дел Лаврова. И говорят, что встреча продлилась больше часа. Сообщает Ройтер, что Лавров поблагодарил Северную Корею за поддержку войны России в Украине. Пообещал полную поддержку и солидарность в отношении лидера КНДР со стороны Москвы. Но и также Ройтер спишет, что в районе северокорейского порта, расположенного недалеко от России, продолжается активная деятельность. Что за деятельность, неизвестно. Возможно, там уже оружие перекидывают. Но как вы думаете, а пойдут ли дальше корейские добровольцы на войну в Украину? Ну, а кто же их будет спрашивать? Конечно, пойдут. Еще как пойдут. Скажут эти добровольцы, пойдут добровольцами. Но, конечно, всех больше заинтересовало сообщение сегодня Лаврова, что россияне должны отдыхать в КНДР. И я уже слышала в эфире у Бундмана хорошую шутку из кавказской пленницы, конечно, что Северная Корея уже стала для России всесоюзной кузницей. Теперь она стала всесоюзной здравницей. Не дай бог, она станет всесоюзной житницей. Вот тогда там все кранты, конечно. Продолжение следует...